Службы Томской области показали готовность к сезонным рискам. 23 марта заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов на выездном совещании областной комиссии ПЧС проверил группировку оперативных сил региона, предназначенную для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Возможности работы в сложных условиях половодия и природных пожаров продемонстрировали почти 300 человек из более десятка различных служб. На автостоянке вблизи парка Околица они выстроили 86 единиц специальной техники и оборудования, аэролодки, квадроциклы, беспилотные летательные аппараты, вездеходы и мобильный ФАП. Рядом на земле спасатели развернули подвижной пункт управления со штабной палаткой для совещаний, в том числе в режиме онлайн, медпунктом, комнатой психологической разгрузки, кухней, помещением для отдыха людей и даже пресс-центром для организации работы журналистов на месте ЧАЭС. Аэромобильная группировка МЧС прибыла на построение в полной боевой экипировке и привезла с собой передвижную химическую лабораторию, которая позволяет оперативно анализировать взятые пробы воздуха и воды прямо на месте. Томская областная поисково-спасательная служба продемонстрировала выездной комиссии ПЧС водолазную станцию быстрого развертывания для спасательных работ на глубине до 20 метров, Федеральное медико-биологическое агентство и облздрав, передвижную реанимацию и фельдшерско-акушерский пункт. Почта России, мобильное отделение, а Томский офис Сбера – выездной пункт кассового обслуживания. Как отметил заместитель губернатора Игорь Толстоносов, сегодняшний смотр сил и средств – это промежуточный этап подготовки к сезону природных рисков. Он показывает реальные возможности, которые регион может использовать для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Игорь Толстоносов подчеркнул, что все силы готовы на 100%. Общая группировка – более 6 тысяч человек, около 2000 единиц транспорта, 100 плавсредств и 9 аппаратов для разведки с воздуха. Вицу губернатора уточнил, что пока эксперты дают осторожные, но положительные прогнозы на предстоящее весеннее половодие. Ожидается, что с учётом ледорезных и ледовзрывных работ на реках, зажёрные явления в период ледохода продлятся недолго и не спровоцирует выход воды на пойму.